В 21 веке численность населения увеличивается, и все больше юношей и девушек уезжают учиться и работать в большие города, а русские деревни и села потихоньку вымирают. Вследствие этого приходят в упадок дома и культурные объекты, где раньше собирались всем поселкам и устраивали концерты и танцевальные вечера. Такие клубы были центром отдыха деревенских жителей. В Артемовском городском округе ситуация именно такая. Местные ДК находятся в плачевном состоянии. У многих протекает крыша, старое звуковое и световое оборудование, а денег на капитальный ремонт просто нет. Но даже в таком критическом положении клубы продолжают существовать, как в селе Покровское. Именно поэтому Артемовский городской округ посетила рабочая группа из столицы Среднего Урала с целью помочь в возрождении Покровского культурного центра. Мы приехали по приглашению главы городского округа Артемовский с тем, чтобы познакомиться с одним, наверное, состоянием культурной сферы, в первую очередь с Покровским домом культуры. Мы оттуда начали свой визит с тем, чтобы увидеть реальное состояние этого ДК и помочь им в реализации их проектов по ремонту крыши в первую очередь. Это типовой ДК, типичная проблема для местных ДК. И наш партийный проект как раз направлен на то, чтобы помочь с капитальными ремонтами вот таких вот ДК, находящихся в сельской местности. Олег Корчагин, депутат законодательного собрания Свердловской области, является руководителем партийного проекта «Местный дом культуры». Отметил то, что ДК содержится в хорошем состоянии, но проблемы, связанные с капитальным ремонтом, решить своими силами не получится. Поэтому привлечение помощи областных властей просто необходимо. В хорошем состоянии содержится текущее состояние ДК, но вот эти капитальные проблемы местными силами не решить. Поэтому нужно привлекать областные средства, поэтому мы здесь, чтобы увидеть проблему своими глазами и помочь выделению областных денег на ремонт этого ДК. Но в планах нашего партийного проекта провести такую оценку состояния большинства ДК в нашей области, поэтому уверен, что через наших партийцев, через местные партийные ячейки партии «Единая Россия» мы дойдем прям своими ногами до каждого ДК, оцениваем его состояние, запечатлением, сфотографируем с тем, чтобы оценить эту накопленную информацию и действительно расставить приоритеты по дальнейшему. Ремонту ДК и в других населенных пунктах, потому что мы понимаем, что эта сфера последние годы недофинансировалась, поэтому мы хотим выстроить вот эти приоритеты для всей сети культурных учреждений. В общей сложности на ремонт дома культуры в селе Покровское требуется порядка 7 миллионов рублей, большая часть которой будет выделена из областного бюджета. Но перед этим местная власть должна составить проект тех работ, которые предстоит выполнить. С точки зрения безопасности требуется обновление светового оборудования, которое освещает сцену, поскольку надо уже просто проверять на надежность этой системы. Есть лебедка, есть подвесы, которые держат оборудование. Мы посмотрели электрощитовые, которые, к сожалению, тоже находятся в плачевом состоянии. Вот это требует в первую очередь замены. И я об этом, как бы мы обратили внимание, и глава, который присутствовал при нашем обходе. Поэтому это нужно решать уже местными силами бюджета, силами местного бюджета. Это вопрос вот такой безопасности. Поэтому вопросов много. С помощью областных депутатов, говорю, наша задача помочь решить такие капитальные вопросы. Точечно, особенно с учетом того, что мы еще учитываем при расстановке приоритетов творческую составляющую деятельности ДК. И вот в частности у вас, да, есть замечательный хор, который выезжает и на областные различные мероприятия. Конечно, таким живым работающим ДК будем помогать в первую очередь. Поэтому я думаю, что и в Артемовском, и в Покровском ДК мы не в последний раз и будем у вас частыми гостями. Телерадио-компания «Альтекс.Медиа» будет следить за развитием событий. Всю информацию вы можете найти на нашем официальном сайте или в группе «Альтекс.Медиа» в социальных сетях.